Из нефтегазовой отрасли фермерское хозяйство. Многим такая смена профориентации кажется необычной. Но не Михаилу Русу. Теперь у него есть островок земли на крайнем севере. Земли в том смысле, который вкладывают в это слово жители нашего региона. На полярной ферме в Новом Уренгое живут козы, свиньи, куры. Производится натуральная продукция. А в теплице до поздней осени растут помидоры, огурцы, лимоны и даже клубника. Продолжение темы далее. Слива, яблоко, виноград, что там еще у нас есть. Ну и зелень, все укропы, петрушки, морковки, капуста, баклажаны, кабачки. Да все, что на обычном огороде растет, все здесь все растет. Откуда берутся у вас познания в плане седоводства? Ютуб, интернет, что-то. Просто методом научного тыка. За огурцом не уследил, он большой сильный. Его кушать уже просто неприятно. Всем как-то сильно толстая. Козочка с удовольствием его съест. Поросенок с удовольствием его съест. Как бы ботва тоже поросятам, козам. Они очень любят помидорную, огуречную ботву. Началось это все с поездки с сессии. Я, будучи на своей машине, вез 5 поросят из Тюмени. 5 поросят, 200 цыплят, 1 козла и 2 кроликов. Привез урингуец. С этого началось все. Собственно, сейчас это 80 взрослых особей и больше сотни поросят. И еще сейчас ждем приплоды еще от 10 девочек. Это достаточно объемное, трудоемкое занятие. Поэтому здесь работают люди отдельные, нанятые специально для этого. Работа основная у нас капитальный ремонт скважин. В данный момент мы осуществляем строительный контроль за капитальным ремонтом скважин. Контракты на основной деятельности, к сожалению, сейчас нет. Поэтому мы и начали развивать фермерское хозяйство уже на продажу, для того, чтобы оно само себя окупало. До этого мы как-то выделяли там зарплату, выкраивали денежку для того, чтобы это жило. Но сейчас не получается. У нас по факту два разных предприятия. Но в данный момент люди, которые работают при производстве капитального ремонта скважин, скважинщики, токаря, они работают на обеспечение этого производства. Потому что все равно необходимо так или иначе сварить клетки, так или иначе необходимо сделать сливы и обслуживать с точки зрения технической составляющей. То есть поилочки сделать, кормушки сделать. Какую продукцию вы производите на своей ферме, как реализуете? Охлажденное мясо. Охлажденное мясо реализуется только день в день. Все, что день в день не продал, то это уже не охлажденное мясо. Это уже в заморозочку или в колбасу идет. Колбаска. Соответственно, сырок. Колбаса только натуральная. Из ингредиентов. А, ну еще тушенка. У нас используется только лавровый лист, соль, перец и мясо. Все, больше мы ничего не используем в своей продукции. Соответственно, если это сыр, это сыр натурального брожения. То есть с заквасочкой и все, без всяких консервантов и так далее. Мы для этого вообще, в принципе, затеяли все это. Для того, чтобы кушать только натуральные продукты. Мы в магазине покупаем гречку, рис, все, собственно. Ну, то есть такие мелочи. Ну, и детям вкусняшки какие-то, и то редко. Сын восьми лет подошел и что-то вкусненького захотелось, и морковку хапнул. Рядом лежит конфетка, а он морковку хапнул. И от этого бальзам на душу, что мы кушаем правильно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова